Всем привет! С вами Александр Усольцев, и сегодня мы поговорим про Москву 90-х. Перечислим 10 примет времени, которые были очень распространены в Москве и исчезли практически полностью. Кого-то это, может быть, шокирует, кого-то удивит, ну а кто-то по этим приметам очень соскучился. Поехали! Почему точно ностальгируют очень многие, это то, что 90-е было время нереальной свободы. Хочешь создавать свою религию — создавай. Хочешь делать какое угодно движение — националистическое, фашистское — делай. Хочешь устраивать демонстрации — пожалуйста. На Арбате появились кришнаиты, на Лубянке появились различные националисты, в парках собирались фашисты и устраивали открыто свои тренировки русско-национальное единство и прочее. Это было удивительное время, когда не надо было получать каких-либо разрешений, все можно было, можно было только получить по голове. В тот период в Москве появилось огромное количество различных сект, с которыми пытались бороться, но они возникали как грибы под дождем. В то же самое время можно было присоединиться к любой субкультуре, к любому мероприятию и собираться огромными толпами где угодно. Сейчас это в Москве не особо представляется возможным. В 90-е в Москве организовывались абсолютно какие угодно мероприятия. Если есть деньги, пожалуйста, любой банкет за ваши средства. В результате, например, проходили такие удивительные рекламные акции, например, шары, воздушные шары большие запускали на Красной площади, а шары запускали на Лубянке. Сейчас никакая служба ФСО ни за какие деньги это не согласует. Особисты просто зарежут. А тогда, пожалуйста, договорились. Можно было устраивать рок-концерты на Красной площади, на Васильевском спуске и вообще в парке Горького, как угодно. И особо никто это не контролировал. Ну, только, может быть, полицейское оцепление, там, милицейское оцепление ставили. Вообще все, что угодно. Например, если у вас машины на продажу, вы можете просто собрать, что сейчас вообще даже по корпоративным правилам совершенно невозможно, можно собрать машины разных марок, а то и бэушные машины, и собрать их, например, в Манеже. Почему бы и нет? И пусть этот автосалон открывает Якубович. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Пятницы в эфире вновь в Капитал-шоу «Поле чудес». Это необычная программа, которую ведем мы отсюда с Манежной площади города Москвы. Здесь, сегодня, в московском автосалоне «Лагавашт-Манеж-93» очередная программа из тыкла «Капитал-шоу «Поле чудес», которую мы проводим совместно с крупнейшим автомобильным концерном мира «Лагавашт». «Лагавашт» здесь, в Манеже. Обратите внимание, вот здесь машины «Вольво», «Мерседес», «Дженерал Моторс», естественно, машины «АвтоВАЗа». И еще раз повторяю, Капитал-шоу «Поле чудес» и «Лагавашт» здесь, на автосалоне «Лагавашт-Манеж-93». Удивительно, но даже приземление Руста на Красной площади, такой дерзкий поступок, за который в советское время пострадали очень многие, многих сняли с постов, начались чистки, в 90-е годы даже уже не воспринимался как что-то такое сверхординарное. Ну а что такого? Ну, сел и сел. Шальные деньги, тотальная свобода, соответственно, в Москве расцвели вообще совершенно разные заведения, места, где можно было эти деньги тратить, можно было развлекаться. То есть, ну, конечно, не так все радужно было, потому что у 90% людей денег не было, но 10% отрывались как могли. Это казино, где тебе машину рядом могли помыть кандидаты наук с высшим образованием. Это ночные клубы. Именно тогда, в 90-е годы, Москва обрела славу самого неспящего города Европы, когда можно было круглосуточно что угодно достать и куда угодно заехать. Невероятное количество ресторанов, причем ресторанов зачастую вместо кафе мороженого детского открывался какой-то пафосный ресторан, а то и бар, где с одной стороны могли убить, но с другой стороны можно было делать что угодно, если у тебя были деньги. Сейчас уже сложно представить, но казино были. Весь Новый Арбат был как Лас-Вегас казино. Пушкинская площадь, там было огромнейшее казино Шангрила, а уж мелких подпольных казино было просто невероятно. Люди приезжали, проигрывали, выигрывали, ну, в основном, конечно, проигрывали. Огромные капиталы в Москве. Просто нереальная столица игорного бизнеса вообще даже не только всей страны, а Европы была. И все это прекратилось в 2000-е годы. Кто ностальгирует, рекомендую поехать в Минск. Там казино Шангрила со всеми этими деревьями и всем полностью было перевезено из Москвы и до сих пор существует. Ну, а что касается ночных клубов, тогда все наши звезды будущей электронной музыки, типа там диджея Грува, Дэйли, даже не электронной музыки, а там Богдан Титамир и прочее, все начинали вот тогда в 90-е, в каких-то сначала маленьких клубах, а потом уже все это перерастало в целые корпорации. Тогда же в Москве появились и первые суши в районе Замоскворечья в одном из клубов. Тогда же были нереальные квартирники. Более того, даже были сквоты, где люди, ну, условно, захватывали помещение. Там существовали месяцами, а то и годами, иногда даже при попустительстве или за взятку с местным участковым. С одной стороны, людям надо было тратить деньги, у кого они были, но абсолютному большинству нужно было выживать. Ну, а что делают люди, когда им нужно хоть как-то деньги раздобыть в первом делом? Идут продавать все, что нужно и не нужно. И в 92-м году разрешили свободную торговлю, и вы просто не представляете, как все сейчас выглядело. Это даже для меня сейчас выглядит очень странно, потому что вся площадь перед детским миром, например, была просто огромнейшим рынком, толкучкой. Толкучки складывались там на Пушкинской площади у переходов, стояли от бабушек до просто каких-то... От сигарет поштучно до водки. Переросло потом в огромнейшие рынки, типа лужников знаменитого Черкизона. Тот 90-х не видал, кто на картонке без штанов не стоял, где в контейнер ты заходишь, там тебе показывают вот красивые турецкие штаны. Дают тебе примерить на картоночку, дают, чтобы ты там постоял, не на земле стоял. Ну и, конечно, вот такие вот эпизоды постоянно случались. Изначальные капиталы на торговле, а вы представляете, вдруг всю вот эту советскую, бывшую постсоветскую страну одеть в иностранные шмотки, недорогие иностранные шмотки. Представляете, какие огромные капиталы делались на просто, не знаю, от носков до просто импортных свитеров. Об этом хорошо рассказывал Чичваркин в своем интервью. Доехал до лужи, загрузился, мама не горюй, пока я это все не одевал, загрузился килограмм 300, наверное. Поехал на точку, встал, расставился, все, 8 утра, ку-ку, солнце встало. Пошли эти самые мешочники, отторговались быстро, все соседи мерзнут, половина. Палаток с кавказцами не открылось, стучат, друг об друга бьют, водку пьют. Я думаю, что нет, здесь идет лавэ, здесь нужно быть трезвым. Погода, температура падает, такая белая мгла, искрит. Деньги переложил, купил другую сумку, вторую засунул поближе в станы. Девушка, которая стояла, тоже копытами бьет, что-то ей докупили, водки влили в нее, хлопнули бутылку рябины на коньяке. Как-то стало веселее, кровь разогналась, пошел еще догоняться, еще 300 килограмм. Две тонны перекидал тогда. Я отморозил два пальца, они до сих пор не чувствуют. Но подняли его сколько? Нормально подняли. Нормально? Один из удивительнейших фактов в том, что в Москве до сих пор нет приличного парка аттракционов. Вы помните, что открыли не так давно перед самой пандемией Остров Мечты, который и так был так себе, но и сразу же закрылся. А в 90-х, как это ни странно, парки аттракционов были. И даже вопрос не в старых советских аттракционах, которые сохранялись, хотя и они работали, все эти Колесо Обозрения, Орбита, ВДНХ, в парке Измайлова, в парке Горького. Но, например, в парке Горького были прекраснейшие американские горки. Понятно, что их списали, и больше они в Москву не возвращались, но это было дорого, но было где покататься, а сейчас негде. В 90-х было удивительное дорожное движение. С одной стороны, можно было ездить как угодно, никаких ни камер, ничего не было, уж тем более. Даже полицейские с этими пистолетами, гаишники тогда, милиционеры, они могли встречаться, но можно было всегда какую-то денежку ему дать. Зачастую они устраивали облавы и прочее, но самым большим страхом, даже прославившимся в анекдотах, тогда любого водителя было влететь в каких-нибудь братков. То есть анекдоты про «Запорожец влетает в 600-й Мерседес», и «С дедушкой из Запорожца делают что-то плохое», они просто повсеместно разошлись по народу. Да, тогда очень странно было, тогда не было никакой ни ОСАГО, ни вот этого гражданского страхования, и если сейчас машины две врезаются и разбираются со страховыми, то тогда разбирались зачастую прямо на месте, а очень часто вообще мордой об капот. Надо было судиться, надо было выбивать деньги, ну а какие тогда суды? Так выбивали кто как договорится. Удивительное было время. Для автомобилистов приметы эпохи был еще такой момент, что на любом оживленном светофоре в центре города стоит тебе только остановиться, хоть чуть-чуть там небольшая пробка образуется, а пробок особо не было, так сразу на тебя атакуют буквально, подбегают дети, начинают тебе мыть фары, мыть лобовое стекло, ты об этом не просишь. И требовать деньги. Ну, конечно, кто там посмелее, они прям деньги эти требовали, и могли даже иногда машину пнуть, а то и стекло разбить, если ты денег этих не давал. Парни попроще, ну, просто уходили, если на них наорать сразу же. Но так или иначе, это такое было, ну, по сути, вымогательство на каждом светофоре. Конечно, этими группами подростков руководили зачастую там старшеклассники, а потом их стали крышевать уже и бандиты побольше, ну а бандиты побольше крышевали в том числе мойки. Но мойки тогда были не такие, как мы сейчас привыкли. Такие цивилизованные мойки появились сильно-сильно позже. А первые половины 90-х, так и вообще, автомоек было раз-два-три на всю Москву, а машин стало больше. Поэтому, ну, можно было на набережной Москвы-реки просто встать, условно, у лужников и помыть машину прямо на набережной, прямо на тротуаре. Я не представляю, какой сейчас за это будет штраф. Но тогда этим промышляли еще и даже целые группы подростков. На веревке с ведром набирали воды прямо из Москвы-реки и мыли тут же машину за денежку. Можно было просто не отходя далеко от центра, не отъезжая далеко от центра, просто вот помыть на набережной. Еще одной приметой времени являются огромнейшие, многотысячные митинги, вообще практически по любому поводу. Собирались противники Ельцина, сторонники Ельцина, сторонники Думы, сторонники президента, голодные шахтеры. Никто никого практически не разгонял. Зачастую даже митинги были и на Васильевском спуске. Просто народ спонтанно собирался без какой-либо такой вот особенной повестки. Там все горлопанили, орали. И Жириновский из этого всего вырос, и прочее, прочее, прочее. Митинги просто были, ну я не знаю, повседневной жизнью Москвы. Те, кому сейчас 20, да и даже 25, может даже чуть больше, им сложно представить, как свободно можно было распивать любой алкоголь на улице. Не то, что пиво, водку можно было распивать просто на лавочке, в парках. То есть, пикники были везде. У метро, выйти из метро и не продираться сквозь клубы товачного дыма и людей с пивом было нереально, даже зимой. Если сначала в начале 90-х пили вообще всякую бормотуху и зачастую спирт-рояль, который потом запретили, то потом пришли большие пивные корпорации и у нас все было забронтировано Балтикой. Везде, везде продавалось. Пиво продавалось открыто большими стендами в ларьках. Пиво продавалось с рук. Я уж молчу, что круглосуточно можно было все, что угодно купить, и вот этого ограничения на продажу алкоголя вечером его не было в принципе. Выпивали даже в метро могли сидеть выпивать, но за это немножко могли гонять. В электричке, чтобы ехали люди и никто там не выпивал, такого в принципе представить невозможно было. Теперь у нас никто этого не видит и пьяных так много на улице перестало быть. А с другой стороны многие до сих пор ностальгируют по тому времени, когда можно было в жаркий денек просто гулять с бутылочкой пива. В 90-х, особенно в начале 90-х, всю Москву, но в основном конечно армат наводнили матрешки. В Москву начали приезжать иностранцы, что тогда для иностранца было 100 долларов или 20 даже долларов заплатить за матрешку. Да в общем не так много. На матрешках делались огромные капиталы, были целые мафии, людей убивали за место на Арбате потом, чтобы возможность поставить несколько лотков, потому что делались огромные капиталы. многие люди, которые сами сначала стояли на Арбате, отвоевывали себе это место за право стояния на Арбате и за право продавать матрешки, буквально через несколько лет покупали себе квартиры непосредственно на этом же Арбате. Уже тогда довольно дорогой улицы, не говоря уже о том, что просто купить квартиру в Москве, ну в центре, конечно, это было вообще никакой проблемой для тех, кто успешно вел вот этот матрешечный бизнес. Скупали даже у прапорщиков военную форму, фуражки по дешевке со складов вывозили камазами, чтобы потом продавать богатым иностранцам. Любили англичан, а англичане скупали военную форму в том числе, потому что как-то было такое, что Джон Бон Джови, например, вышел в шинели советской на одном из концертов и купить за 100 фунтов шинель просто было модой. Что такое 100 фунтов в начале 90-х? Это хорошая месячная зарплата очень многих людей в Москве, не говоря уж про регионы. Вот такая удивительная и многослойная Москва 90-х. Напишите в комментариях, что вы помните про Москву 90-х, если помните что-то. Что, вам кажется, я сказал не так, или если есть вам что дополнить. И с вами был Александр Русольцев, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал, и здесь будет много чего интересного.